все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео теперь приступаем к следующему ряду выполняем 1 воздушная петля подъема столбик без накида сюда же в этот же первый столбик теперь выполняю 4 воздушные петли 1 2 3 4 пропускаю три столбика и в 4 по счету выполняю столбик без накида и провязываю всего 7 столбиков без накида вот один я уже провязал и провязываю 2 3 4 5 и 6 и 7 я сейчас сделаю здесь прибавку потому что у нас количество столбиков здесь не будет делиться и чтобы все делились нам нужно просто еще одну прибавку сделать и я сейчас выполняю сюда два столбика у нас должно быть разделение вот три столбика пропустили и 7 провязали и вот я провязала сейчас раз два три 4 5 и 6 7 в 1 столбик все далее у нас идет вот так повторение выполняем 4 воздушные петли 3 столбика следующие мы пропускаем и начиная с четвертого провязываем 7 столбиков подряд 1 2 3 4 5 6 7 опять выполняем 4 воздушные петли 1 2 3 4 пропускаем 1 2 3 и в 4 вот у нас тут у меня прибавка была но мы считаем все по одному столбику вот 1 2 3 и в 4 по счету опять столбик без накида и провязываем 7 столбиков все у нас идет 7 столбиков 4 петли 7 столбиков 4 петли и пропускаем 3 столбика все про вяжем сейчас вот так до угла и так я провязала здесь до угла выполняя 7 столбиков 3 пропускал 7 столбиков 3 пропускал и 4 воздушные петли только здесь в начале я сделал одну прибавку чтобы у нас количество столбиков сошлось и здесь в начале ряда мы сделали один столбик без накида а 6 мы дополним в конце ряда и всего у меня получилось 8 арок 4 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 и последние 7 столбиков без накида вот я выполнил и последний седьмой столбик у меня находится в первом столбики из четырех которые в самом углу и здесь я выполняю 6 воздушных петель на углу 6 петель 1 2 3 4 5 6 вот эти следующие два столбика без накида которые у нас в самом центре этого угла находится я их пропускаю и уже в следующий столбик 4 получается я выполняю столбик без накида и провязываю всего шесть вот я провязал один в следующий два три четыре пять шесть но всего нам нужно делать 7 столбиков но здесь на этой узкой части у нас на один столбик больше получится поэтому я здесь сделаю убавку я сейчас провяжу два столбика без накида с общей вершиной вот я шесть столбиков провязала мне нужен седьмой и я вот эти два провяжу вместе я в следующий столбик вставляю крючок и провязываю вот так только нить вытягиваю и в следующий также вытягиваю только нить у меня на крючке три петли и их вместе провязываю все то есть я здесь сделал убавку и у меня получилось семь столбиков раз два три 4 5 6 7 и далее я уже буду провязывать как вот здесь мы уже провязали 4 воздушные петли 1 2 3 4 пропускаю следующие три столбика раз два три и в следующий уже провязываю столбик без накида и вижу всего 7 вот один провязал 2 3 4 5 6 7 4 воздушные петли 1 2 3 4 пропускаю 3 столбика и уже опять вижу 7 столбиков и вижу так вот до следующего угла и так вот я провязал до следующего угла вот от места где мы здесь сделали убавку два столбика вместе я провязывал 7 столбиков 3 пропускал 7 столбиков 3 пропускал и последние 7 столбиков вот я выполнил и у меня последний седьмой столбик в первом столбике из этих четырех который у нас находится в самом углу и мы на углу выполняем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 опять мы вот эти два столбика самые угловые пропускаем и в четвертый столбик провязываем столбик без накида и сейчас провязываем 5 столбиков вот один я провязал выполняем 2 3 4 и 5 столбик и на той длинной стороне мы здесь вначале делали прибавку и здесь мы тоже сделаем прибавку вот я провязал 5 столбиков а нам нужно 7 в следующий столбик я провяжу 2 столбика это у меня получается 6 и сюда же 7 вот от начала 1 2 3 4 5 6 7 а далее я уже провязываю также как мы и раньше вязали 4 воздушные 1 2 3 4 пропускаем 3 столбика и в следующий выполняем столбик без накида и провязываем всего 7 раз 2 3 4 5 6 7 4 воздушные 1 2 3 4 3 столбика без накида пропускаем и опять 7 столбиков и вяжем так до следующего угла и так я провязал эту другую широкую часть до конца здесь также у нас получается 8 арок 1 2 3 4 5 6 7 8 и последние 7 столбиков без накида я выполнил и 7 столбик у меня в первом столбике из 4 и здесь на углу мы также выполняем 6 воздушных петель 6 2 самых угловых столбика мы пропускаем и в 4 столбик из этих четырех мы провязываем столбик без накида и здесь мы сейчас сделаем также как делали на другой короткой части провязываем сперва 6 столбиков без накида всего вот один я провязал провязываю еще пять это вот второй и 6 столбик без накида следующие два столбика мы провяжем с общей вершиной вставляем крючок в следующий столбик вытягиваем только петлю и в следующий только петлю у нас три петли на крючке мы их вместе провязываем вот так мы сделали здесь убавку и у нас получилось 7 столбиков раз два три 4 5 6 7 а далее мы уже повторяем как мы должны вязать по рисунку 4 воздушные петли три следующие столбика мы пропускаем и начиная со следующего мы провязываем уже 7 столбиков без накида я уже здесь потом довяжу и таким образом провязываем 7 столбиков и 3 пропускаем вот до следующего угла и так я провязала здесь до нашего последнего угла после последних семи столбиков без накида вот у меня последний седьмой столбик в первый столбик из четырех и я здесь выполняю 6 воздушных петель пропускаю следующие самые два угловых столбика и в 4 столбик провязываю столбик без накида это у меня получается 1 затем в следующий у меня идет 2 затем 3 4 5 и 6 столбик без накида а седьмой мы сделали в самом начале ряда и я в него сейчас выполняю соединительную петлю и наш этот ряд завершён то есть вот у нас здесь по рисунку также 7 столбиков без накида приступаем к следующему ряду я выполняю соединительную петлю сразу же вот в эту следующую арку 4 петель соединительная петля и в эту арку мне нужно сделать 10 столбиков с одним накидом первый столбик я заменяю тремя воздушными петлями подъема раз-два-три и сюда же я еще провязываю 9 столбиков с одним накидом то есть всего 10 накид и в эту арку провязываем столбик с одним накидом 1 2 это всего же получается 3 сейчас 4 5 6 7 8 9 и 10 столбик с одним накидом 5 вот всего 10 столбиков затем следующие два столбика без накида у нас тут идут мы их пропускаем 1 2 пропускаем и в 3 выполняем столбик без накида и подряд провязываем 3 столбика вот я провязал 1 в следующий провязываем второй и в следующий провязываем третий затем у нас опять идет два столбика вот я здесь делал прибавку мы эти два столбика пропускаем делаем накид и уже в следующую арку опять провязываем вот так 10 столбиков с одним накидом сразу после столбиков без накида 1 2 3 но тут в принципе показывает то больше нечего вот сюда в эту арку провязываем 10 столбиков с одним накидом потом два столбика пропускаем и здесь вяжем 3 опять 2 пропускаем и идет 10 столбиков с одним накидом и провязываем таким образом вот до угла и так вот от начала ряда я провязала вот эти все наши веера везде по 10 столбиков у меня и тут после вот этого последнего веера перед углом я также пропустил здесь два столбика провязал три столбика без накида здесь вот эти два столбика мы пропускаем и вот в эту угловую арку из 6 петель мы провязываем то же самое 10 столбиков с накидом сразу же выполняю накид и в эту угловую арку пошли вязать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 столбик с одним накидом и затем мы также по рисунку следующие два столбика без накида пропускаем и в следующие три провязываем 1 2 3 затем следующие два столбика пропускаем вот у нас тут был один столбик который мы с общей вершины делали мы эти два столбика пропускаем и уже в следующую арку также 10 столбиков с одним накидом то есть вот что у нас здесь получается нормально здесь ровно ничего не стягивай продолжаем вязать ряд таким образом до конца и так я провязал ряд до конца выполнил последние три столбика без накида и теперь соединяемся следующим образом я вытягиваю немножко вот так петлю вставляю крючок сзади наперёд между первым и вторым столбиком то есть между петлями подъема и столбиком вот так сзади наперёд между ними и теперь цепляю вот эту петлю и протягиваю ее туда назад все и теперь можно здесь подтянуть немножечко вот эту нить все таким образом мы завершили ряд теперь приступаем к следующему ряду выполняем 3 воздушные петли подъема это у нас получится как 1 изнаночный столбик с одним накидом теперь одна воздушная петля еще как арка между столбиками выполняем накид и вокруг следующего столбика провязываем рельефный изнаночный столбик вставляем крючок вот так сзади наперёд между вот вокруг вот этого второго столбика опять между первым и вторым вот так крючком цепляем этот второй столбик и его туда назад толкаем и там мы уже цепляем нить и протягиваем ее сюда все у нас здесь три петли на крючке и мы здесь уже провязываем как столбик с одним накидом только таким захватом вокруг столбика сзади наперёд он у нас получается изнаночный одна воздушная петля вокруг следующего столбика также накид сзади наперёд вставляем крючок столбик обхватываем и его туда назад цепляем нить и провязываем столбик с накидом он у нас получается изнаночный опять одна воздушная петля накид и вокруг следующего и так мы провязываем вокруг всех десяти столбиков изнаночный столбик с одним накидом и между столбиками по одной воздушной петле выполняем вокруг последнего столбика также изнаночный столбик только после последнего 10 столбиком и одну воздушную петлю не делаем а сразу же после этого 10 столбика у нас здесь идет три столбика без накида и вот мы крайне пропускаем а во второй выполняем столбик без накида и у нас уже повторяется выполняем сразу же накид вот мы столбик пропускаем и у нас пошли опять 10 рельефных столбиков и 1 воздушная петля между ними и таким образом продолжаем вязать ряд до конца только на углу мы будем делать две воздушные петли между столбиками а вот на широкой стороне и на узкой стороне между рельефными изнаночными столбиками по одной воздушной петли здесь по 2 а здесь также остается два столбика по краям пропускаем и сразу же выполняем столбик без накида и здесь то же самое и так я провязал ряд до конца выполнил последний столбик без накида и мы здесь отсюда сразу же приступим к выполнению следующего последнего ряда в арку одной воздушной петли после воздушных петель подъема вот сюда прям между этими петлями и между первым столбиком выполняем столбик без накида теперь пико из 2 воздушных петель две воздушные и выполняем соединительную вершину вот этого столбика без накида который мы только что сделали соединительная петля все столбики мы пропускаем вяжем только в арке в следующую арку столбик без накида опять пико из двух петель 1 2 соединительная вершину последнего провязанного столбика без накида столбик без накида в следующую арку опять пико из двух петель и провязываем здесь так вот эти все арки у нас должно получиться 8 пико столбик без накида в следующую арку и пико из двух петель выполнили последние восьмое пико и в последнюю арку одной воздушной петли вот перед 10 столбиком получается мы выполняем туда столбик без накида вот я считаю вместе с вами пико у нас получилось раз два три четыре раз два три 4 8 пико затем вот этот последний столбик 10 следующий столбик без накида и следующий первый столбик из десяти мы все это пропускаем и у нас уже повторяется мы в следующую арку одной петли провязываем столбик без накида вот так затем опять пико из двух петель и уже в следующую арку опять столбик без накида то есть мы вяжем здесь только в арке два последних столбика рельефных и один столбик без накида мы пропускаем и здесь выполняем вот два подряд сразу столбика столбик без накида в последнюю арку и столбик без накида в первую арку и пошли пико столбик пико столбик 8 пико и мы делаем все так до конца ряда только вот здесь на углу мы будем делать все то же самое только в арке двух петель мы будем провязывать два столбика без накида у нас будет два столбика пико два столбика пико два столбика все таким образом продолжаем вязать ряд до конца я провязал последний ряд до конца выполнил последние два столбика без накида вот этот последний столбик рельефный и следующий столбик без накида мы пропускаем и уже в самый первый столбик без накида я выполняю соединительную петлю теперь нам осталось нашу салфетку только заблокировать или также можно просто отпарить ее утюгом растягивая и придавая руками форму поставьте этому видео лайк если оно вам понравилось если нашли для себя порцию вдохновения мне будет очень приятно подпишитесь на мой канал если вдруг вы еще не подписаны и поставьте колокольчик чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы а с а а а а а а а а